Рисунки с библейскими сюжетами, глиняные вязаные ангелы, праздничные украшения и один из самых главных символов приближающегося православного торжества – яйца. Организаторы пасхального фестиваля предлагают всем желающим самим попробовать силы в рукоделии и оригинально и быстро украсить свой дом к празднику. Все, что нужно – деревянные заготовки, яркие ленты, краски и немного фантазии. Рисовать можно не только религиозные сюжеты, это мне просто нравится, а на самом деле цветочный орнамент, геометрический орнамент, потом просто птицы, любая птица, белый голубь – это тоже символ праздника. Пустить по яйцу разноцветную ленточку вот таким вот образом и написать на ней «Христос воскресе». Цыплята из лоскутков, яркие лошадки из ниток, Ирина с дочкой приехали на экскурсию во Владимир из Московской области. Говорят, на пасхальном фестивале оказались случайно и теперь обязательно попробуют сделать дома все, что увидели на мастер-классах. Уже прошло и везде здесь посмотрел. Там мне показали, как из кожи делать, потом показали, как ковер, значит, вышибачок, что я даже не знаю, где у меня руки написаны. Здесь я посмотрела, как делают украшения, просто рычаги. Пасхальный фестиваль проходит во Владимире третий год подряд и открывать этот культурный марафон именно в вербное воскресенье, по мнению Владимирской епархии, стало хорошей традицией. Этот праздник действительно полагает начало Пасхи. Замечательное начало, замечательный день. Я всех вас поздравляю с этим праздником. Желаю вам всем радоваться, желаю вам этой радости всегда. И вот этот пасхальный фестиваль вам эту радость сейчас отрывает. Это радует, очень приятно. То есть то, что каждый человек имеет право на определенную веру. И если ему это интересно, он может прийти и посмотреть. До конца апреля гостей фестиваля ждут концерты самых разных творческих коллективов города, а мастера прикладного искусства и воспитанники детской художественной школы порадуют посетителей выставками своих работ. Ангел горит, не понимаешь, у нас это творится в небе душа. Оксана Любимова, Константин Миронов, 6 канал.